Самые ценные – это бесцветный алмаз. Самые дешевые – коричневого цвета. Это обман маркетинга, когда говорят, что коньячные – самые дорогие. На самом деле это самые дешевые бриллианты. Эти женщины с россыпями алмазов работают в ежедневном режиме. Они уже и правда, как их лучшие друзья. В бриллиантах не ходят, здесь запрещено. Но именно в этом цехе с помощью компьютерных технологий определяют, как максимально правильно обработать камни, чтобы их ценность не упала. Конечно, работают не только дамы. Видите, здесь немножечко такая черная меточка. Это значит, что какой-то есть выскоп. Мне его нужно будет пересмотреть, этот бриллиант пересчитать. В 90-е на предприятии трудилось 500, а то и 600 огранщиков. Сейчас от силы 80. Кадры, как и на любом другом производстве, нужны, ведь предприятие наращивает объемы. Профессионалы, а есть и те, кто гранит-алмазы по 40 лет, обучают молодежь прямо в цехе. Это раньше было училище, где на огранщика обучали. Надо учить, надо оставлять себе замену. В прошлом году было человек 20, человек 10-12 у нас осталось. Кому-то дается легко, кому-то более тяжело. И те, кто не могут понять и нарастить свою скорость, они стараются искать что-то другое. Кто хочет, кто хочет. Вот девчонка у меня есть 19-летняя. Я говорю, Даша, что она? Я останусь и никуда не уйду. Руководители предприятия поделились, что новички после обучения получают порядка 35 тысяч рублей. В целом, средняя зарплата сотрудников больше 50 тысяч. Новое оборудование, которое появилось недавно, требует новых знаний. Чтобы научиться работать на современном лазерном станке, пришлось выезжать на Смоленскую площадку. Головное производство кристалла. Основное достоинство этого оборудования в том, что оно фактически исключает ошибки ручного труда. То есть оборудование крайне точное. То есть там идет речь о сотых миллиметров точности. И также за счет того, что достаточно производительная система, сразу четыре операции технологического цикла он закрывает. То есть это подшлифовка, обдирка и распиливание, и черновая подготовка. Но без ручного труда здесь не обойтись. И станки точно не заменят человека еще долгое время. Только огранщик с максимальной точностью может огранить полуфабрикат и сделать из него бриллиант 57-60 граней, в зависимости от задания. Ну а конечная стадия производства – это оценка изделия. На оценке сидят оценщики высококвалифицированные специалисты, которые визуальным методом оценки, то есть опять же не машина, не компьютер, визуально определяют цвет, чистоту. Бриллиант становится бриллиантом только на оценке. Самый маленький у нас 0,01 сотка. Но диаметр, если вы представляете, 1,4 миллиметра. Вот у нас индикатор. Ну, представьте, это как даже меньше спичной головки. Это просто представьте, да, мелкие. Но самый крупный у нас был свыше карата. Сейчас с такими крупными алмазами на предприятии не работают. Поэтому в основном получаются мелкие бриллианты, но под микроскопом и они переливаются всеми цветами радуги. Как рассказали руководители алмазного производства, завод продолжит развитие и модернизацию. Стараются идти в ногу с мировыми трендами. Будет и новое оборудование. Предприятие, которое в 2020 году оказалось в глубочайшем кризисе, из него успешно вышло. И уже в 2022 году было на пике объемов производства. А в целом, по данным Министерства промышленности и энергетики региона, прибыль организации обрабатывающих производств по итогам 11 месяцев 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года увеличилось более чем в полтора раза и превысило 59 миллиардов рублей. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.